всем привет вы на канале крипто комманс это быстрое включение по криптовалютам и что мы здесь видим трон собрался в космос судя по всей видимости трон btc перед нами график на бирже полоникс где я его собственно и держу торгую и стейку кстати говоря на бирже полоникс неплохой стейк прилетает за трон ссылка на биржу тоже есть в описании вот чтобы не пропускать все эти так назовем их сигналы то вы обязательно должны быть подписаны к нам на канал к нам в телеграм-канал потому что я вчера в чате вот написал трон походу на собрался на луну и да и мы видим что он подрос уже на 10 процентов после этого и не только трон я вам хочу сказать посмотрите вот на этот замечательный график биржи binance dash usdt тут мы наблюдаем с вами такую нереальнейшую наклонную чашку с ручкой смотрите которые прямо сейчас пробиваются в бок направо по направлению наверх переписывать предыдущие локальные хаи в 500 баксов и потом переписывать уже свои глобальные хаи которые у нас находятся на уровне гораздо гораздо выше сейчас мы это посмотрим но я специально для того чтобы доказать свои слова делом завел еще 1000 долларов на отдельный этот счет вот так что я беру еще один лонг прям по рыночной цене по дэшу прям по рынку дисклеймер не финансовый совет ребята потому что сами понимаете рынке штука такая волатильная но я залетаю прям в большом плече чисто не на небольшой объем хочу попробовать угореть все ликвидации 216 дисклеймер не финансовый совет это не основная моя позиция это просто брейкаут пробой трейд такой высоком плече высоко рисковый вот так то вы знаете что у меня на байбите набранные так все эти лонги вон по дэшу лонг еще со 184 локальный на споте позицию еще раньше держу take profit 10000 долларов вот многие считают что я ебанутый но это как раз меня еще больше удостоверит в том что я прав посмотрим время покажет как говорил инштейн если идея не кажется мне безумный то от нее не будет никакого толку смотрите по биткоину то тоже у нас такая же чашка с ручкой которая уже пробилась наверх и мы видим что многие монеты стреляют и на самом деле альт сезон в полном разгаре альт сезон и бит сезон и смотрите по индикатору beam bands он показывает нам канал хода цены нам еще есть куда расти вообще с вами очень даже вполне до 200 тысяч баксов как вы можете видеть при этом дно канала в районе 17000 и растет то есть это дно медвежьего рынка которая по идее должно вырасти за то время пока мы будем пампить как раз тысяч до 40 что будет отлично сходиться со всеми нашими рыночными циклами после этого мы пойдем в какой-то затяжной медвежий рынок что-то такое примерно я жду опять же все может кэш разломаться но пока на балансе вероятности больше вот эти штуки опять же желтая точка на сайфере здесь смотрите это очень сильный сигнал было здесь по выходу из 30000 так что всем кто сейчас шортит я искренне желаю переобуться потому что ну ставить против того что уже происходило три раза тогда впишет вы готовы к тому что будет дальше я лично не поставил бы на то что в этот раз для биткойна будет все иначе и я тоже так считаю что какого фига в этот раз то все будет иначе здесь также люди думали здесь выпрыгивали из ракеты здесь выпрыгивали из ракеты это психология гребаного рынка и вы сейчас тут же где все выпрыгивают из ракеты вы почитаете блин комментарии почитайте чат и никто не верит все фиксирует прибыль чуть-чуть отросли фиксируем прибыль чуть-чуть отросли фиксируем прибыль а дальше что пересоходим выше это же классика жанра, поэтому все тут прекрасно, все ништяк, но что с альткоинами, спросите вы, давайте глянем одним глазком. Доминация BTC находится, в принципе, на своих, конечно же, исторических, можно сказать, лоях, но, тем не менее, абсолютные лои еще не переписаны, пика альтсезона 2017 года, и я жду лично того, что, вы, наверное, знаете, если меня смотрите, но если вы, ну сейчас очень много новых подписалось, поэтому я буду повторяться, я жду, ребята, по доминации альтсезона, по доминации BTC, что мы сейчас где-то вот здесь, вот в этой области, то мы сейчас видим финальный такой отскок дохлой кошки ложный по биткоин доминации, после этого видим дип еще ниже, чем предыдущий лоу, потому что здесь в 2017 году альткоинов было в десятки раз меньше, ликвидности было в десятки раз меньше, не было ни DeFi, ни NFT, ничего, был только бум ICO, а сейчас все вот это, о чем я только что вам сказал, соответственно, я жду финальный дип доминации BTC, то есть альткоин сезон просто бум вообще куда-нибудь вот сюда, и потом уже на медвежьем рынке, как обычно происходит, доминация пойдет опять наверх, это то, чего я жду, это может не произойти, но по моей чуйке это с высокой долей вероятности произойдет, вот, капитализация всего крипторынка устремилась наверх, вы можете конечно сказать, что это все громадный, а, это капитализация альткоинов, прошу прощения, Total2, вы можете сказать, что это огромный падающий клин, из которого цель по теханализу вниз, и в принципе будете правы, но на крипте, ребята, теханализ работает, конечно, но медвежьи паттерны часто пробиваются наверх и бычьи вниз, как вы знаете, поэтому, на бычьем, когда у нас есть ясный сильный тренд, то тут вероятность все-таки пробития вверх, она большая, на самом деле, вот, по общей капитализации, ну и в принципе все графики, что и Total, то и Total2, похоже, выглядят очень образом, поэтому, смотрите, альткоины к биткоину очень бычьи смотрятся, эфир BTC консолидируется у вот этой границы, рисует поджатие, восходящий треугольник с выходом наверх, но самый-то прикол, что не все альткоины еще так хорошо отстрельнули уже как эфир BTC, как там даже карданы, не знаю, BNB, что там, Solana, всякие шибы, потому что, смотрите, 1-inch BTC, стрельнул, конечно, но сейчас вернулся снова в нижнюю зону накопления, как вариант. Basic Attention BTC, очень важно смотреть на альткоины к BTC, тоже все еще внизу накапливается, он еще даже ни разу не отстреливал, понимаете? Биткоин кэш BTC, тоже находится на all-time лаях, рисует заходное W, посмотрите, все в диверах, все в зеленых точках, понимаете? То есть еще альтсезон-то даже не начинался. Я уж молчу, ребята, про Dash BTC, ну, точнее, не молчу, а снова говорю про него. Вы поймите, но об этом нельзя не говорить, когда такие подарки валяются просто. Вы изучите хотя бы историю, Dash с эфиром стоили одинаково 80% времени. Когда Dash был вот здесь, и когда Dash был вот здесь, эфир вместе с ним падал. Но после этого эфир сделал вот так, а Dash пока стоит на месте. И посмотрите на какой-нибудь луп ринг или там что там стрельнуло. Вот тут все валялось, шиба тут валялась, ее никто не брал, доги тут валялись, их никто не брал. После этого они сделали вот так, и их все начали брать. Когда Dash сделает вот так, я вам сам первый скажу, не надо его брать. А сейчас пока агрессивнейшим образом его набирайте. Вы че? Тем более это не скам, это реально очень крутая крипта, которую поддерживают все. Dash к USD тем более нам показывает уже уверенный аптренд последний год, как вы можете сами видеть из графика. Повышающиеся минимумы, поджимающиеся максимумы. Вот. Тут как бы очень высокая доля вероятности пробития наверх. Так что, ребята, абсолютно ничего не изменилось. Дот консолидируется. Ну, дот как бы, как я уже говорил в недавнем обзоре, он сейчас как бы у верхней границы этого своего локального канала. Он, конечно же, отсюда вылетит обязательно какой-то момент наверх, но вот прямо сейчас дот я, конечно, лонгую небольшим объемом. Но если у вас, скажем, банк не такой большой, я бы на вашем месте его не лонговал сейчас. Хотя, если он улетит, потом вы мне скажете, гриня опять у нас. В общем, на моем балансе вероятности Dash нужно больше лонговать, потому что он вот здесь как бы. Вот. Но если у вас есть лишняя копейка в банке, почему? Дот добирайте. На спот, в принципе, можно дот добирать. Эфир Классик тоже, посмотрите, он уже сделал этот первый памп, о котором мы говорим с вами. То есть, по Dash мы сейчас вот здесь. Эфир Классик уже сделал хороший памп, который был у нас с вами весной, кто помнит. На нем мы срубили к биткоину порядка 14 иксов и к доллару порядка 20 иксов. Вот. Поэтому сейчас он консолидируется, он может еще немножечко просесть, но я думаю, что мы увидим продолжение вот этого роста, вот этой силы зеленых свечек. Вы видите вообще, какие мощные зеленые свечки стреляют? То есть, что первый признак смены тренда? Когда у нас красные свечки становятся меньше, то есть давление продавца ослабевает, а зеленые свечки становятся больше. Это в долгую говорит о том, что эти зеленые свечки скоро пробьют этот даун тренд и мы полетим выше. Вот и все. Поэтому не сдаемся, ребята. лонгуем. ICP тоже, кто спрашивал. Посмотрите, ну выглядит очень заходно. Прям выглядит. Лонгую не хочу. Супер мега W. Но еще раз вам говорю, ICP очень молодой пока проект. И с очень хорошей скидкой на пресейле ребята покупали. Меньше доллара он стоил. А сейчас он стоит 48 долларов. Поэтому смотрите. Посматривайте за вот этим нисходящим сопротивлением. Даже не знаю, как его тут нарисовать правильно. Которая в какой-то момент, конечно же, превратится в поддержку. Вот. Может быть, оно уже превращается в поддержку, да? В общем, не знаю. Долгу, опять же, как инвестиции, ICP, наверное, неплохая история. Но надо смотреть, что там за проект, что за капитализацией, с количеством монет и так далее. Поэтому напишите вы мне лучше в комментариях, что по ICP. А по старикам все то же самое. Litecoin, смотрите, уже полетел. Помните, вот тут был ложный вынос с новостями про Walmart. Всех засадили в финальную медвежью ловушку. И мы полетели. Смотрите, очень похоже на то, что происходило вот в семнадцатом году перед супер-мега-пампом. Помните, я вам показывал. Вот. Мы также лежали на этом абсолютном дне. После этого сходили чуть ниже и улетели в космос. То есть даже если бы вы накапливали на этом абсолютном дне, все равно вы бы были в очень хорошей прибыли здесь. Но в моменте вам бы нарисовали убыток, и вы бы вышли. Либо по стопу, либо вас ликвиднуло. То же самое. Смотрите, вот мы накапливались на абсолютном дне и сейчас ушли ниже. Ребят, ну, как бы, тут уже все, как говорится, шансы на нашей стороне, время на нашей стороне. Мана, я не знаю, если вы торгуете мана, она, конечно, уже очень сильно улетела, но это все может оказаться ничем. Понимаете, вот если мы будем торговаться и дальше, то это может оказаться вот так и куда-нибудь на двадцать баксов. Как и ходили недавно SHIB, BNB там и все остальное. Солана, понимаете? Солана по 40 долларов тоже была перекупленная, и все еще есть перекупленная. Но она и на 200 сходила, или сколько она там сейчас стоит. Поэтому смотрите, тут уже как бы впрыгивать в уходящий поезд, не знаю. Если у вас нет маны, и вы ее не набирали, уже как минимум ждите отката куда-нибудь до мувингов. Хотя бы до нашей любимой с вами сетки EMA Ribbon. Посмотрите, где она сейчас на недельном таймфрейме. Она сейчас в районе полутора долларов. Долг 0.9-1.5, а мана стоит 3. То есть, ну, смотрите, на недельном таймфрейме мана возвращалась сюда и отсюда отбивалась, и долго там находилась. Так что в теории сетка пока подрастет, и мана может спокойно вернуться в какой-то момент до сетки, будь то 2 с чем-то доллара, или если она сейчас улетит выше, понимаете, будь то опять, да хоть там же, где мы сейчас, понимаете, но если это будет уже сетка, это будет лучше купить там, чем покупать сейчас, не знаю где. Вот и все, мое мнение. Ну, либо небольшим процентом от банка, потому что очень велика вероятность, что вы сейчас зайдете в ману, и она начнет консолидироваться, и вы в итоге выйдете дешевле. А на рынке, вы помните, ребята, самое главное соблюдать два правила. Не продавать дешевле, чем купили, и не покупать дороже, чем продали. Стараться. Хотя вот второе иногда приходится нам делать с биткоином, потому что, ребят, ну, я не знаю, кто вы, напишите, с какого момента вы в рынке. Кто давно покупали биток там по 200 долларов, и фиксировались там по 1000 и по 2, они в любом случае покупают его сейчас дороже. Я не знаю ни одного человека, который бы, который бы додержал все это время, даже DaVinci J15, который битки по доллару покупал, вы что думаете, он их додержал, что ли? Нет, конечно. Я могу чисто про себя сказать. Вот предыдущий bullrun, я покупал первые битки где-то вот здесь, по 300-400 долларов. Ну, битки это я громко говорю, но я полбитка где-то купил за 200 долларов, и думал, вау, что-то я потратил кучу денег не пойми на что. А потом там торговал, учился, еще докупал эфирчик, там даже по 4-10 долларов. И в итоге фиксировались все вот здесь, я вам вот что хочу сказать. Мы сейчас вот здесь, ну нет, мы сейчас уже вот здесь гоню. Фиксировались все тут, потому что говорили, вау, мы срубили уже по 10, по 20 иксов, конечно, снос полнейший. И дальше, бам, и снова все ловят фома, покупают уже на локальном хае, их бреют на весь их профит, который они сделали вот здесь. Поэтому, чуваки, не суетитесь, держите. Смотрите, мы опять же улетели-то еще не сильно, мы улетели-то вот так, вот у нас предыдущий хай, вот мы сейчас здесь, чуть в два раза выше предыдущего хая, ну в три там, ну вот здесь мы сейчас. Мы сейчас реально вот здесь, кстати, в три раза выше предыдущего хая. Точно так же было и здесь, если вы посмотрите. Вот, поэтому, чуваки, потом мы улетаем очень сильно выше, всегда практически. Так что дисклеймер, конечно, не финансовый совет, всем профитроли, торгуем аккуратно, с холодной головой. Это канал Криптокомментс, подписываемся, ставим лайки, стопы, тейки. И увидимся в следующих видео.